Финальный батл сирот зеленых будовников пришел сегодня в столице. Замест полотна и аллею клумба 2 на 2 метра, кветки и рослины. Живыми фарбами малявали 11 претендентов названия «Минский мастер». За створением духменных сюжетов саршила Александра Драгун. В этом миниатюрном городе дамы вышины у 50 сантиметров возводят живых бутонов и дивных рослин. С полтысячей будовничных материалов спрытно справляется Юля Радько. Восемь годов она упривоживает столицу у приватности Першамайский район. Мы насыпали дополнительную землю. Используем в основном декоративно-лиственные, однолетние декоративно-лиственные. Это альтернатера, колеус. Что еще у нас? Резинные. Сегодня и только у межах с поборництва. Озеленители складывают кветковые пазлы на худкость. Две ходины на то, как на однотонном фоне распустился духменный диван с кветок и рослин. Замец полотна и аллею, аркуш дям лидва на два метры, кветки и рослины. Живыми фарбами по черноземе малюют 11 претендентов на звание «Минский майстер». Сюжеты своих духменных композиций они присвятили детям. Тому у парку горкога, ля набережная свислача, оживают казачные герои и краины, мифичные истоты и картины мультфильмов. Над фигурными кветниками и шмат-ярусными композициями рослин, уздолж столичных проспектов и магистралев, клопотятся озеленители центра. Сегодня у специалистов с другой бригады стилизованный сюжет. С дружовых бихоний и альтернантер яны вырастили яблок. Композиция называется «Долгожданная встреча». Ну, так как это детский парк, поэтому делаем в формате яблочко, и в этом яблочке встретились вот две гусенички. Сюжетоконкурс «Минский майстер» проходит у столицы 11-й раз. Что год батл объединяет процедуников разных профессий и специализаций. От инженеров-будовников до урачов-кардиологов. Вадай адзинами, кто неазменно сирот конкурсантов, специалисты «Минск-Зеленбуда». Конкурсы проводятся прежде всего для того, чтобы поднять престиж профессии рабочей зеленого строительства, чтобы именно молодежь шла и работала по данной специальности. В этом году в Октябрьском районе работает девочка 93-го года рождения. Нас это очень радует. Зеленые будовники на день стали вучнями. Як у студентские годы, яны тягнули билеты с теоретичными питаниями. Капасля приступить до практики. Мы здесь оценим конкретно работу. Не саму композицию, а именно работу. Как правильно было высушено, как качественно это выполнялось, как грамотно подобран ассортимент и как это растение потом будет дальше здесь себя вести. То есть для того, чтобы растение хорошо развивалось, надо сохранить площадь питания. Все лето у конкурса 40 профессий. До финишу застается полтора месяца и полова специальностю. Сирот яких – рабочие по комплексным прибираниям дворовых территорий, хаус-мастеры, специалисты по техобслугованию будинков. А заповедный титул головного маэстра столицы переможцы отрымают уверенность. Александр Драгон и Миколай Лашкевич. Агентство Телиновин.